Добрый день, уважаемые дамы и господа! Сегодня в Москву прибывает специальный посланник Организации Объединенных Наций и Лиги Арабских Государств, Кофи Анан. Это уже его второй визит в российскую столицу. Завтра его примет президент Российской Федерации Владимир Путин. Сегодня состоятся мои с ним переговоры. Этот приезд, приглашение Кофи Анны в российскую столицу подтверждает нашу твердую политическую поддержку его усилиям, разработанному им мирному плану из шести пунктов, плану, который предполагает политико-дипломатическое урегулирование сирийского кризиса. Мы убеждены, что этот план – единственная жизнеспособная платформа решения внутрисирийских проблем. Напомню, план был закреплен резолюцией Совета Безопасности ООН 2042, и тем самым он обрел обязательную для всех сторон силу. Мы решили пригласить вас сегодня на эту пресс-конференцию, учитывая то внимание, которое уделяется всеми государствами тому, что происходит в Сирии, учитывая те оценки, которые звучат в последнее время, и учитывая необходимость максимально полного информирования мировой общественности о подходах Российской Федерации. Не буду, наверное, оригинален, если скажу, что то, что происходит в Сирии, ужасно. Люди гибнут. На этом фоне уже произнесены и произносятся миллионы слов о том, кто виноват, что делать, слова о санкциях, о необходимости смены режима, о необходимости солидаризироваться с народной революцией. Именно так стали называть действия вооруженной оппозиции. Звучат обвинения в преступлениях против человечности, требования отправить виновных в ГАГу. За всем этим ощущается дефицит только одного – стремление немедленно положить конец насилию, остановить кровопролитие, потому что все остальное может потерпеть. Главное, чтобы перестали гибнуть люди. Для нас очевидно, чтобы прекратить насилие, надо заставить все враждующие стороны одновременно прекратить боевые действия, синхронизировать вывод из городов тяжелой техники и всех вооруженных людей под контролем миссии ООН. Кстати, именно это мы предлагали записать в коммунике министерской встречи, которая состоялась 30 июня в Женеве, но наши западные и ряд других партнеров выступили против. По их логике, сначала правительственные силы должны уйти из городов в одностороннем порядке, а уже потом можно будет попросить боевые отряды оппозиции, а они весьма и весьма хорошо вооружены, как вы знаете, объявить перемирие. Но думаю, что любой, кто руководствуется здравым смыслом, понимает, что такая схема нереалистична и попросту не сработает. Возможно, только одновременное прекращение огня, за которым должен последовать одновременный вывод сил и правительственных сил, и боевых отрядов оппозиции из всех населенных пунктов. И считаем, что для этого надо поручить наблюдателям ООН согласовать со сторонами конкретный план по каждому городу, по каждому населенному пункту, где идет вооруженное противостояние. Мы соответствующее положение сформулировали, несмотря на то, что наши партнеры в Женеве его не поддержали, мы убеждены в его разумности, в его рациональности, и включили это положение в проект резолюции Совета безопасности, который Россия недавно распространила в Нью-Йорке, и который нацелен на выполнение женевских договоренностей в полном объеме, и который предусматривает, в частности, продление работы миссии наблюдателей ООН в Сирии на очередные три месяца. Наши западные коллеги внесли альтернативный проект, в котором женевские договоренности не отражены в полной мере. В их проекте содержат требования введения санкций против сирийского режима по главе 7-й устава ООН, но об этом в Женеве договоренности достигнуто не было, и участники Женевы не обязались принимать такого рода решения. При этом к нашему большому огорчению наблюдается даже элемент шантажа. Нам говорят, если вы не дадите согласия на принятие резолюции по главе 7-й устава ООН, то мы откажемся продлевать мандат миссии наблюдателей. Считаю это абсолютно контрпродуктивным и опасным подходом, потому что использовать наблюдателей в качестве разменной монеты недопустимо. Наблюдатели призваны давать объективную оценку происходящего, обязаны расследовать инциденты наподобие того, который произошел в Трэмсе. И мы будем твердо добиваться продления мандата этой миссии, включая его возможную модификацию с большим упором на политический компонент, как это и предложил генеральный секретарь ООН в своем последнем докладе по Сирии. Наша позиция хорошо известна, она исходит из необходимости создавать условия для поиска консенсуса самими сирийцами. Она отвергает методы диктата, ультиматумов, угроз, отвергает любые шаги, которые, по нашему убеждению, ведут к подготовке почвы для вмешательства извне на стороне вооруженной оппозиции. Мы не занимаем ничью сторону в сирийском конфликте. Наш единственный интерес – не допущение дестабилизации сирийского государства с риском его развала и не допущение дальнейшей дестабилизации всего региона. Выступая на совещании послов и представителей России за рубежом 9 июля в нашем министерстве, президент Путин подчеркнул, что наша политика является самостоятельной и независимой, и будет осуществляться с опорой на международное право и необходимость выработки коллективных действий. Кстати, отвлекусь, послужной список тех, кто активно пытается нас сбить с этой принципиальной позиции, изобилует грубыми нарушениями международного права и печальными примерами урегулирования различных конфликтных ситуаций за счет односторонних силовых действий. Результаты подобной политики, подобных действий у всех на виду, и едва ли они дают авторам этой политики какое-либо право выдвигать претензии по поводу позиции России в отношении тех или иных кризисных ситуаций. Мы, как я уже сказал, с самого начала, без каких-либо сомнений, поддержали план Кофе Аннона, поддержали развертывание в Сирии миссии наблюдателей ООН и сделали немало для того, чтобы Дамаск дал на это согласие. Мы же выступали с инициативой встречи основных внешних игроков, и такая встреча состоялась 30 июня в Женеве, она одобрила развернутые коммунике, которые детализируют шаги по реализации плана Кофе Аннона. Именно на реальные, а не придуманные итоги Женевской встречи опирается наш проект резолюции, который мы в Совете безопасности распространили. В нем, как я уже сказал, нет ссылок на силовую главу 7-ю устава, нет в нем и предварительных условий прекращения насилия и начала политического диалога. Это полностью соответствует договоренностям Женевы, в которых нет ни главы 7-й, ни односторонних предварительных требований. К сожалению, некоторые другие участники Женевской встречи фактически сразу после ее завершения стали искажать содержание достигнутых там договоренностей, стали утверждать, будто они подразумевают уход Башара Асада и его окружение, причем никто нам не может объяснить, каким образом этот уход может состояться, и якобы они подразумевают подведение всей сирийской ситуации под главу 7-ю. Делаю из этого только один вывод, либо наши партнеры были в Женеве неискренни, либо они недоговороспособны. А говоря по существу, хотел бы задать вопрос, о какой 7-й главе может идти речь, если те, кто предлагает ее задействовать, отказываются делать то, что требует уже принятой резолюции Совета безопасности ООН, и что все мы обязались делать в Женеве, а именно воздействовать на все сирийские стороны, включая вооруженную оппозицию, причем воздействовать в конструктивном, а не в подстрекательском духе. Те, кто даже не попытался употребить свое влияние, свой авторитет в своих отношениях с очень хорошо вооруженными боевыми отрядами, которые воюют против правительственных сил, не могут не отвечать за то, что резолюции 2042 и 2043 не выполняются. Прежде чем призывать к задействованию принудительных мер, надо выполнить то, о чем договаривались за рамками главы 7-й, то есть то, о чем договорились в резолюции 2042 и 2043, надо влиять на все стороны, а не исходить из односторонних требований только к правительству. Эти требования необходимы, мы их выдвигаем, но делать вид, что противоположная сторона не нуждается в таком же воздействии, просто некорректно. Тем более некорректно вешать всех собак на Россию, на Китай, не говоря уже об угрозах типа «они за это заплатят», что вообще, считаю, находится за гранью не то, что дипломатии, но элементарной воспитанности. Пока за упорное нежелание ряда наших партнеров выполнять решения Совета безопасности, инженерские договоренности расплачивается сирийский народ. Мы, как я уже сказал, требуем и от АСАДа, и от оппозиции прекратить вооруженные противостояния, предлагаем конкретные меры, о которых я упомянул, по обеспечению одновременного вывода тяжелой техники вооруженных людей из городов. Некоторые наши коллеги требуют этого только от режима, а оппозицию поощряют, поощряют морально, политически, финансово, поставками оружия, к продолжению вооруженных действий, захвату населенных пунктов и, в конечном счете, к захвату власти. В очередной раз скажу, мы не поддерживаем Башара Асада. Мы поддерживаем то, о чем договорились все – план Кофианана, резолюции Совета безопасности и Женевской коммунике. Причем поддерживаем эти документы во всей их полноте. Только комплексно можно их выполнить, а не в какой-то одной кому-то понравившейся части. При этом мы примем любое решение сирийского народа относительно того, кто будет управлять Сирией, лишь бы это было решение самих сирийцев. Причем это решение должно быть принято в рамках сохранения суверенитета и территориальной целостности этой страны, обеспечения законных прав всех этнических и религиозных групп, а все вопросы, связанные с реформированием политической системы, с определением параметров и сроков переходного периода, который, конечно же, необходим, все эти вопросы должны решаться самими сирийцами через диалог между правительством и всеми оппозиционными группами, как это и предлагает план Кофианана и как это записано в Женевском коммунике. Попытки кого-либо из этого процесса исключать не соответствуют тем договоренностям, которые были достигнуты. А роль всех внешних игроков в этом процессе должна заключаться в том, чтобы побудить всех и каждого, кто воюет друг с другом в Сирии, к выполнению требований прекращения огня и начала диалога, в ходе которого будут определены параметры политического процесса. Мы очень озабочены ситуацией в Сирии, которая все больше и больше усложняется. Конфликт приобретает межконфессиональные измерения. Это нас очень серьезно беспокоит. Мы не можем оставаться равнодушными к судьбе христиан, к судьбе других общин, проживающих в Сирии. И тревожит и то, что по многочисленным свидетельствам в стране активизировалась так называемая третья сила в лице аль-Каиды и близких к ней экстремистских организаций. Эта тенденция наблюдается и в других частях региона. Она ставит под угрозу его безопасность, и этому следует поставить решительный заслон. Всем понятно, кто всерьез интересуется тем, что происходит, что от того, как разрешится сирийский кризис, во многом будет зависеть и модель реагирования международного сообщества на внутригосударственные конфликты в будущем. Женевские решения резолюции Сайта безопасности предусматривают осуществление такой работы исключительно на основе международного права, при уважении закрепленных в Уставе ООН принципов, прежде всего принципов суверенитета, территориальной целостности государств и невмешательства в их внутренние дела. Безусловно, что очень важная роль в обеспечении реализации решений Женевской встречи и резолюции Сайта безопасности принадлежит Кофе Анану, поэтому мы придаем большое значение предстоящим контактам с ним в Москве, продолжаем работать и с другими игроками, как внешними, так и внутренними, имея в виду и правительство, и различные группы оппозиции. На прошлой неделе представители оппозиционных структур, включая Сирийский национальный совет, были в Москве, пока нам не удается донести до них необходимость отказаться от радикальных требований. Они продолжают говорить о том, что идет революция, вы наверняка слышали и читали эти заявления, но это не то, что требуется всем нам для успокоения ситуации, для прекращения кровопролития, спасения жизни людей и содействия началу внутрисирийского диалога о будущем этой очень важной для региона страны. Я здесь остановлюсь. Пожалуйста, ваши вопросы. Назар Хасан, российский телеканал «Руссельем». Господин министр, в условиях, когда действительно сегодня оппозиция, большая часть оппозиции отказывается на любой диалог с сирийской властью, как вы видите выход в сложившей ситуации? При том, что не кажется вам, что это все перемирие и время, которое берут оппозиции в целом, оно уходит на то, чтобы усиливать свои позиции на деле. Сегодня в сирийских городах больше наблюдаются вооруженные группировки, которые действительно угрожают мирным жителям. Выход какой, на ваш взгляд, есть в сложившейся ситуации? И мне кажется, что план «Кофе Анна» действительно только остался сегодня только для России и Китая, которые его защищают, а в основном только прикрывается ими, что мы за ними, а на самом деле полные другие функции? Ну, выход, наверное, может быть, только один. Я об этом уже, собственно говоря, сказал. Только в том, чтобы все внешние игроки заставили те сирийские стороны, на которые они имеют влияние, сотрудничать в выполнении плана «Кофе Анна». Именно воздействовать на каждую сирийскую группу, включая, конечно же, сирийскую свободную армию, другие боевые отряды, которые не совсем подчиняются этой структуре, да и, конечно, воздействовать на политическую оппозицию, как внутреннюю, так и внешнюю, с тем, чтобы отговорить ее, занимать радикальные позиции, которые, как я уже сказал, вот нам формулировал новый руководитель Сирийского национального совета свою позицию. Эта позиция заключается в том, что в Сирии идет революция, но если революция, то тогда вообще при чем здесь ООН, при чем здесь международное сообщество? Здесь надо либо сказать, вот мы будем делать революцию и оставьте нас в покое, либо, если вы взываете к международному сообществу, то слушайте то, о чем международное сообщество договаривается, а все члены международного сообщества, в свою очередь, должны добиваться того, чтобы так оно и было. Пока вот у меня складывается такое впечатление, достаточно устойчивое, что как только в сирийской ситуации появляется хоть небольшой просвет, это вызывает недовольство у некоторых наших партнеров, у некоторых членов международного сообщества. Вспомним, что произошло с миссией наблюдателей Лиги Арабских Государств осенью прошлого года и в начале этого года. Мы обеспечили согласие Дамаска на развертывание этой миссии, но ее свернули сразу же после того, как она подготовила свой первый, причем более-менее объективный, а не односторонний обвинительный доклад. Взяли и свернули эту миссию. После этого был план Анана. Мы тоже убедили сирийские власти, что необходимо этот план принять, что и было сделано. И прекращение огня, которое было предусмотрено этим планом, было объявлено в начале апреля, оно стало давать первые, пусть не стопроцентные, но все-таки позитивные результаты. Но как только это стало происходить, тут же стали звучать заявления о том, что миссия Коффианна провалилась, план его провалился, и последовали новые вспышки насилия. Я никаких выводов не делаю, я просто перечисляю факты. После этого было решение о направлении наблюдателей ООН, но вскоре после их развертывания стали раздаваться голоса о том, что и эта миссия провалилась или бесполезна. Ну и вот упоминал я встречу в Женеве. Как только на этой встрече был достигнут консенсус, закрепленный на бумаге в Женевском коммунике, Башар Асад согласился работать на этой основе, на основе женевских договоренностей, назначил, как это от него и требовалось, своего переговорщика с оппозицией от имени правительства. Тут же ряд наших партнеров стали заявлять, что на самом деле женевские договоренности можно выполнить только если Башар Асад уйдет, и что Совет Безопасности должен выдвинуть Дамаску ультиматум по главе 7-й устава ООН. То есть это означало, по сути дела, отказ от женевских договоренностей. Кстати, участники, состоявшиеся буквально через два дня после Женевы встречи в Стамбуле сирийской оппозицией, этот намек западных стран поняли и приняли документ, в котором вообще ни слова нет о женевском коммунике, зато есть, опять-таки, требование ухода Асада и принятия резолюции по главе 7-й устава ООН. Даже некоторые мои западные коллеги публично призывали к тому, чтобы в этой резолюции была объявлена полная экономическая, финансовая и коммуникационная блокада сирийского режима. То есть даже разговаривать с ним не хотят, но тогда это прямое приглашение не к выполнению женевского коммунике, а к гражданской войне. Я уже говорил о том, что нас даже пугают. Если не будет резолюции по 7-й главе, то мы не продлим мандат наблюдателей. Я уже вопрос комментировал. Причем все прекрасно знают, что правительственным отрядам противостоят очень хорошо вооруженные группы. И в частных беседах никто этого не отрицает, включая тех моих коллег, которые публично говорят о том, что режим воюет с народом. Повторю, любое насилие заслуживает осуждения, но одного осуждения недостаточно. Надо давить и на режим, и на оппозицию, с тем, чтобы это насилие прекратилось. Напомню, кстати, что в Женеве договаривались о начале переходного периода путем формирования переходного управляющего органа на основе согласия всех сторон, включая правительство и, конечно же, оппозицию. Вот надо чем заниматься. И, как я уже сказал, Ассад назначил переговорщика. Оппозиция ничего не предприняла в этой связи. И вместо определения того, кто будет на переговорах, оппозицию представлять, звучат только требования, что прежде чем вообще что-то станет возможным, Ассад должен уйти. Ну и, конечно, вы слышали многократные заклинания, что ключ к сирийскому регулированию находится в Москве. Причем нам это объясняют, когда мы задаем вопрос, что имеется в виду, объясняют, что вот вы должны убедить Ассада уйти в отставку добровольно. Это просто нереалистично, я уже об этом говорил. Здесь совершенно не вопрос наших пристрастий или там симпатий или антипатий. И он не уйдет не потому, что мы его защищаем, а просто потому, что за ним весьма и весьма значительная часть населения страны. Поэтому вместо разговоров про ключ надо выполнять женевские договоренности. Мы это честно делаем в работе с Дамаском и с оппозицией, но не видим аналогичных усилий наших западных партнеров, да и некоторых региональных партнеров, которые имеют неизмеримо большее влияние на поведение оппозиционных групп, на выработку и политических подходов, политическая оппозиция и на действия вооруженных отрядов внутри Сирии. Вот, наверное, ничего здесь такого сверхъестественного придумать нельзя. Как всегда, решение очень простое, но важно, чтобы все работали в одном направлении и били в одну точку. Би-Би-Си, пожалуйста. Спасибо. Стив Росенберг, Би-Би-Си. Би-Би-Си. Бежурный комет Красного Креста заявил, что в Сирии ведется гражданская война. Москва пересмотрит свое решение по военным контрактам с Дамаском. И другой вопрос, что касается отчетов о действительстве из армии ОСАДА. Заставит ли это Москву пересмотреть свою позицию по силе? Перебежчиков, то такие вещи происходят, такие вещи случаются. Здесь нет ничего сверхъестественного. Есть и разные методы обеспечивать такого рода шаги отдельных деятелей режима. Мы к этому относимся спокойно. И нет какой-то магической цифры, что определенное количество перебежчиков будет означать какое-то радикальное изменение ситуации. Нас беспокоит не судьба отдельных генералов или дипломатов, а судьба сирийского народа. А сирийские мирные граждане продолжают гибнуть, в том числе и от того, что не прекращается поощрение вооруженных отрядов к тому, чтобы они отказывались от любых предложений о перемирии, о прекращении огня. Выдвигаются односторонние требования, чтобы правительство в одностороннем порядке разоружилось. Оно этого не сделает. Все это прекрасно понимают. Наверное, на это и расчет. И вместо того, чтобы заставлять оппозицию вести себя в соответствии с планом Коффианана и с женевскими договоренностями, у меня такое ощущение, что оппозиции постоянно говорят, что давайте надавливайте на Россию и все будет хорошо, мы русских уговорим. Это не честная позиция, понимаете? И главное, что она контрпродуктивная, она не достигает результата. Что касается позиции Международного педа Красного Креста, то здесь, наверное, небольшой экскурс в историю. Я предполагал, что этот вопрос возникнет. Я взял с собой шпаргалку. Международный пед Красного Креста вправе делать заявление о том, является ли та или иная ситуация внутренним вооруженным конфликтом. Это юридический термин. Термина «гражданская война» в международном гуманитарном праве не существует. Есть термин «внутренний вооруженный конфликт», он несет в себе очень конкретное содержание. Участники Женевских конвенций признали особое положение Международного комитета Красного Креста в сфере международного гуманитарного права. И в этом смысле официальное заявление представителя, вернее, пресс-секретаря МККК, которое он сделал вчера, назвав ситуацию в Сирии внутренним вооруженным конфликтом, конечно же, имеет, в общем-то, последствия. Дополнительный протокол номер два к Женевским конвенциям квалифицирует в качестве внутреннего вооруженного конфликта действия, цитирую, «происходящие на территории какой-либо высокой договаривающейся стороны между ее вооруженными силами и антиправительственными вооруженными силами или другими организованными вооруженными группами, которые, находясь под ответственным командованием, осуществляют такой контроль над частью ее территории, который позволяет им осуществлять непрерывные и согласованные военные действия». Здесь, по-моему, однозначно видно, что МККК считает, что идет противостояние двух крупных вооруженных сил друг с другом. И подобные квалификации налагают на стороны в конфликте обязательство выполнять требования международного гуманитарного права, как по отношению к комбатантам, а с квалификацией, которую дал МККК ситуации в Сирии, делает вооруженную оппозицию комбатантами, так и по отношению к лицам, которые не принимают непосредственного участия или которые прекратили принимать участие в вооруженных действиях. В частности, запрещается посягать на их жизнь, захватывать в заложники, применять пытки, телесные наказания, над ругательством, над человеческим достоинством и так далее. Особо выделю то, что дополнительный протокол 2, когда он описывает, что означает ситуация внутреннего вооруженного конфликта, констатирует следующее. Это две его очень важные статьи. Они гласят, ничто в настоящем протоколе не должно истолковываться, как затрагивающая суверенитет государства или обязанность правительства всеми законными средствами поддерживать или восстанавливать правопорядок в государстве или защищать национальное единство и территориальную целостность государства. Это одна статья. И вторая статья. Ничто в настоящем протоколе не должно истолковываться как оправдание прямого или косвенного вмешательства по какой бы то ни было причине в вооруженный конфликт или во внутренние или внешние дела, высокой договаривающей со стороны, на территории которой происходит этот конфликт. Я думаю, что этих цитат достаточно, чтобы понять о том, как Международный комитет Красного Креста эту ситуацию характеризует и какие выводы для этого следуют для участников Женевских конвенций. Елена Чернинко, газета «Коммерсант». Сергей Викторович, а вот что произойдет, если российская сторона не согласится, не поддастся на шантаж в отношении седьмой статьи, а западные партнеры, в свою очередь, не согласятся на продление мандата миссии ООН? Чем это чревато? И в связи с этим, если позвольте, второй короткий вопрос. Есть ли у российской стороны какие-то сведения, что именно произошло в четверг в Тремсе? Оттуда поступает противоречивая информация. Спасибо. Насчет первого вопроса. Я уже говорил не раз, что мы не сможем пропустить резолюцию Совета безопасности, которая не будет основываться на Женевских договоренностях. Мы не для того провели полдня и полночи в Женеве, добивались согласия по конкретным формулировкам, чтобы все это коту под хвост и вернуться к той идее, с которой западные страны приехали в Женеве. В Женеве был достигнут компромисс между двумя подходами. И этот компромисс отражен в нашем проекте резолюции. Если наши партнеры вознамерятся во что бы то ни стало заблокировать и нашу резолюцию, миссия ООН не будет иметь мандата и вынуждены будут Сирию покинуть. Это будет прискорбно. Надеюсь, что изначально не было такого замысла у наших западных коллег, чтобы создать условия для сворачивания этой миссии, так же, как в свое время свернули миссию Лиги Арабских государств. Далек от мысли, что всем соавторам западной резолюции хочется убрать объективные, беспристрастные глаза и уши из Сирии. Не думаю, что это так. Но если это не так, то они должны договариваться о продлении мандата этой очень важной миссии наблюдателей. В конце концов, мы готовы и на так называемое техническое продление, на принятие резолюции, которая не будет содержать таких содержательных, простите за тавтологию, оценок, не будет описательной части содержать, не будет воспроизводить те требования, которые содержатся уже в принятых ранее резолюциях. Есть такая форма в соцсети безопасности, как техническое продление. Эта резолюция может состоять из одного пункта. Решает продлить мандат миссии ООН в Сирии, как он изложен в такой-то резолюции и с уточнениями, которые предлагает генеральный секретарь в своем докладе. Точка. Мы будем готовы и на такой вариант. Что касается событий в Треймсе, то и здесь очень важно опять подчеркнуть роль миссии наблюдателей ООН. Это наша сейчас единственная объективная возможность понять, что же там произошло. Наблюдатели уже посетили этот район, отметили следы применения там артиллерии и минометов. сказали, что явно были там и вооруженные оппоненты режима, но от каких-то таких окончательных выводов пока воздержались, сказали, что им нужно еще раз туда приехать и продолжить работу для того, чтобы уточнить картину произошедшего. О том, что говорят власти, вы знаете, но хотел бы отметить, что в отличие от первоначальных заявлений оппозиции, ее представители признали, что в этой деревне был бой. И из разрозненных высказываний, из того, что мы пока имеем и пытаемся анализировать, складывается вот такой примерный вариант, который приблизительно может служить для дальнейшего расследования, для дальнейших оценок. Судя по всему, 12 июля утром отряды Сирийской свободной армии атаковали военный патруль близ Трейнсы. И после этого отошли эти отряды в эту деревню и заняли там оборону, вскоре эта деревня была атакована правительственными войсками. По предварительным прикидкам, бой длился где-то часа полтора. Признается, что в ходе боя погибли около 40 бойцов незаконных вооруженных формирований. Количество жертв излагается очень противоречиво, в том числе и местными жителями. Но факт, остается фактом, оппозиция, по сути дела, признала, что там имело место серьезные боестолкновения. И, конечно, не забудем, что это произошло непосредственно за несколько дней до того, как Сайд Безопасности должен рассматривать в очередной раз ситуацию в Сирии. Кстати, международная амнистия на днях признала, что не только правительство нарушает права человека, но и оппозиционеры в целом в ряде случаев ведут себя не лучше, пытают, убивают попавших в плен сотрудников силовых структур. Это, кстати, тоже теперь будет подпадать под действие второго протокола Женевских конвенций в связи с тем объявлением, которое сделал Международный комитет Красного Креста. Но, возвращаясь к трагедии в Трэмсе, надо продолжать расследование. И мы, конечно же, внимательно изучаем все то, что нам сообщают наблюдатели. Их работа, как я уже сказал, продолжается. Но идет работа и ваших коллег, средств массовой информации. Настя Попова там работает в очень непростых условиях. И то, что она сегодня показала в своем репортаже, я думаю, тоже должно быть принято во внимание. Это серьезная вещь. Это показания очевидцев. Альмуэдин, пожалуйста. Добрый день, Сергей Викторович. Немножко забегая вперед, полагаю, что у вас еще предстоят переговоры с господином Кофеаном и встреча его президента. Тем не менее, на сегодняшний день есть информация в ходе визита господина Аннана в Дамаске, встречи с президентом Сирии. Были обсуждены некоторые параметры, касающиеся переходного периода. Я опять говорю, что немножко забегая вперед, вы не могли бы нас ознакомить с той информацией, которая у вас есть, есть ли здесь положительное зерно, скажем так, для дальнейшего продвижения этого плана. И если позволите, еще один вопрос. На днях было заявление представителя Министерства иностранных дел по поводу события в Саудовской Аравии в контексте тех событий, которые там произошли, и по вопросам прав человека. И была очень такая острая реакция со стороны саудовских властей. Я понимаю, что это все происходит в контексте с теми событиями, которые сейчас происходят в Сирии. Как бы вы охарактеризовали или прокомментировали вот это? Спасибо. Что касается обсуждений, которые Коффианан имел в Дамаске, а затем в Тегеране, в Багдаде, в контактах с другими сторонами, я думаю, что не вправе говорить сейчас на эту тему. Мы ожидаем подробного разговора и информации из первых уст. Главное, мы убеждены, что любая схема сработает, только если будет гарантированно обеспечивать одновременность действий правительственных сил и вооруженной оппозиции. Просто иначе не срабатывают такие вещи. Что касается заявления, на которые вы сослались, то я его прочел. Я считаю, что оно выдержано в корректных тонах и совсем не направлено на то, чтобы пытаться вмешиваться в чьи бы то ни было внутренние дела. Меньше всего во внутренние дела Саудовской Аравии. Саудовская Аравия наш партнер, у нас, как и с многими другими странами региона, включая страны Персидского залива, очень тесный диалог, тесные отношения. Да, мы не сошлись в отношении того, что происходит в Сирии. Но это не повод все остальное изображать в таких негативных тонах. Мы не вмешиваемся во внутренние дела, хотя бы потому, что давным-давно международное сообщество договорилось и завело практику, согласно которой выражение озабоченности ситуации с правами человека не является вмешательством во внутренние дела. И хочу сказать в этой связи еще одну очень простую вещь. Понимаете, Сирию нельзя рассматривать изолированно. Так же, как нельзя было рассматривать изолированно Ливию, Йемен, ситуацию в районе Сахеля и в ряде других стран. Риск дестабилизации ситуации в этом большом и очень важном геополитическом регионе существует. Эти риски, от них нельзя застраховаться. И они уже проявляются в том числе и в ряде стран Персидского залива, которые, еще раз подчеркну, являются нашими партнерами и дестабилизацией которой мы совершенно не хотим. Поэтому мы за то, чтобы в каждой стране… Вот недавно, вчера, по-моему, Хилари Клинтон была в Египте и выступала с целым рядом заявлений и рассказывала, что такое демократия. Она сказала, что демократия – это ведь не только выборы, это еще и обязанность побеждающего на выборах большинства обеспечивать права меньшинств. Я даже скажу так, что независимо от того, является ли это признаком демократии, обеспечение прав меньшинств, вообще прав этнических, религиозных, иных политических меньшинств, это, наверное, должно быть обеспечено во всех государствах. Это залог стабильности, это залог согласия в обществе, национального согласия. А что касается рисков в этом регионе, что касается даже не столько рисков, а уже состоявшихся фактов распространения влияния Аль-Каиды и аффилированных с ней террористических и экстремистских групп, я думаю, никто не вправе на это закрывать глаза. И это наш общий враг. И мы вместе с Саудовской Аравией, с другими странами Персидского залива, с другими странами региона обязаны делать все, чтобы не давать этому общему врагу повода для вербовки новых и новых сторонников. – Так, пожалуйста, наш сирийский коллега. – Агентство САНО и сирийское телевидение. Сергей Викторович, вы охарактеризовали положение в Сирии и в регионе как очень сложное. Как вы смотрите на дальнейшее развитие ситуации? И что Россия, наверное, будет в связи с этим? Спасибо. – Ну, я, собственно, только об этом и говорил. Мне, правда, мало что есть добавить. Мы смотрим на эту ситуацию пессимистично, если будет продолжен нынешние тенденции. Если ведущие оппозиционные группы выбирают путь революции, это значит, что они не собираются останавливаться. Мне также трудно предположить, что в этой ситуации правительственные силы захотят в одностороннем порядке разоружаться или выходить из населенных пунктов. Это приглашение к продолжению и усугублению конфликта. Если брать идеальный вариант, то я о нем сказал. Все внешние игроки должны воздействовать на все сирийские группировки, воздействовать в одном направлении. Прекратите стрелять, и мы обеспечим механизм, который будет контролировать ситуацию, чтобы никто из вас не нарушал эти обязательства. Садитесь за стол переговоров, назначьте переговорщиков. Правительство это сделало. Мы побуждали руководство Сирийского национального совета и других оппозиционеров сирийских поскорее договориться о том, кто же их будет представлять на переговорах, о которых идет речь в Женевском коммунике и которые все поддержали. На этих переговорах должен определяться состав так называемого переходного управленческого органа, который должен будет подготовить выборы и так далее. И нет пока кандидатуры от оппозиции. Мы очень надеемся, что те государства, которые на оппозицию имеют воздействие, употребят это влияние для того, чтобы таких переговорщиков поскорее назначили одновременно с принятием мер по синхронизированному прекращению огня и началу отвода вооруженных людей и техники из городов. Сергей Викторович, агентство ИРОНа, господин Алякбар Салихи предложил провести переговоры сирийских сторон в Иране и сказал, что для этого создать все необходимые условия. Скажите, пожалуйста, как Вы к этому относитесь? Мы пригласили любой раунд, очередной раунд переговоров в Москву. Мы тоже все условия можем создать. Вопрос не в месте проведения. Женева прекрасно всех устраивала. Мы сказали, что будем готовы и в Москве предоставить гостеприимство. Это не имеет значения. Значение имеет суть, а не форма и не место. Спасибо. Али Рабия, пожалуйста. Сергей Викторович, добрый день. Больше чем три месяца уже, как план Куфианана, как говорится, должен был действовать. Каждый день мы слышим о том, что около ста человек погибают в Сирии. Вы сегодня с Куфиананом встречаете, и у Вас есть ли какие-то конкретные предложения для того, чтобы действительно оживить план Куфианан? Второй вопрос. Если будет, что-таки проект резолюции западной, проект резолюции на голосование в Совет Безопасности, в которой содержание, естественно, седьмой голова, Россия будет принять в виду против этого проекта? Я же уже ответил на последний вопрос, сказав, что мы такую резолюцию пропустить не сможем. Учите синонимы в русском языке. Что касается количества жертв, которые продолжают множиться, я бы был очень осторожен с статистикой. Здесь необходимо полагаться на объективные факты и, прежде всего, на тех, кто работает на земле. Мы знаем, как часто появляются на экранах картинки с мобильных телефонов, из которых очень мало можно что понять, но делать на этом основании какие-то заключения с далеко идущими политическими, а то и военными последствиями, я бы просто поостерегся. Хотя, безусловно, вся наша работа, весь пафос нашей позиции направлена на то, чтобы как можно скорее прекратить любое насилие, любое кровопролитие в Сирии. А что касается того, какие могли бы мы выделить предложения по оживлению плана Кофянана, я об этом сказал, это уже не от нас зависит. Все, что от нас зависит, мы честно, добросовестно выполняем. О чем договариваемся, то мы и делаем. Причем делаем и в работе повседневной с сирийским руководством и в регулярных контактах практически со всеми группами оппозиции. Если эти сигналы, которые основаны на договоренностях Совета безопасности и Женевской конференции, будут транслироваться с таким же энтузиазмом другими внешними игроками в те же адреса, я думаю, что у нас есть шанс на то, чтобы сдвинуть ситуацию с мертвой точки и начать ее переводить в политическое русло. Если сигналы, которые посылают другие наши партнеры в адрес оппозиционеров, прямо противоположны, то тут никакие предложения не помогут. Повторю, надо выполнять то, о чем договорились. В Женеве прямо записано, что все внешние игроки будут воздействовать на сирийские стороны с целью побудить их к прекращению насилия и началу диалога. Это должны делать все, а не только Российская Федерация. Здравствуйте, господин министр, это турецкая газета Хюриет. У меня два вопроса. Первый, хотел бы вернуть вас к тем часам после Женевской конференции. На той пресс-конференции, которую вы организовали, был затронут вопрос, который интересует очень близко Турции. А это сбитый самолет 22 числа прошлого месяца, где вы сказали, что у вас есть конкретные и очень объективные данные о этом случае. Я предполагаю, что это было сказано не случайно, и что на самом деле Россия имеет какие-то сведения об этом. Турецкое общество волнует этот вопрос. Я не знаю, правительство Турции попросило у вас этих данных, но общество нас просит. Не могли бы коснуться, что за данные эти у вас и как они оказались у вас? Это первый вопрос. Второй вопрос. Вы только что сказали, что в Совете Безопасности ООН ситуация вроде патовая. Но если так смотреть и думать, что делать, а делать в данном моменте на юге Турции есть 35 тысяч беженцев, собирается ли Россия, как один из внешних игроков, половину этих людей приютить в России сегодня, скажем, как шаг? На счет первого вопроса у нас, как и у многих развитых военном отношении стран, есть возможности получать объективные данные средствами технического контроля. И могу только сказать, что мы до наших турецких коллег эти данные довели. Что касается патовой ситуации в Сайте Безопасности, но я бы пока не называл ее патовой, мы все-таки не оставляем надежды договориться. Естественно, в рамках того, о чем условливались в Женеве, в рамках того, что записано в Женевском коммунике. Насчет беженцев. Мы излагали нашу позицию. 35 тысяч по оценкам в Турции, уже больше, чем 35 тысяч в Иордании, в Ливане. Да и не забудем, что в Сирии примерно полмиллиона беженцев из Ирака и еще где-то 250-300 тысяч палестинцев. Так что о всех беженцах надо заботиться. Россия является членом соответствующих конвенций. И когда люди оказываются в беде в соседних странах, мы им оказываем содействие в соответствии с нашими обязательствами. Я могу только добавить, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев уделяет большое внимание проблеме беженцев из Сирии. Она сейчас просто более остро стоит, потому что те три четверти миллиона, которые в Сирии находятся, они худо-бедно в каких-то лагерях, в каких-то палатках уже как бы прижились. Но надеюсь, что они там не вечно будут жить, а что палестинская проблема когда-то разрешится все-таки. И иракцы смогут тоже вернуться к своим очагам. Но понятно, что сирийские беженцы сейчас вызывают наибольшие интересы, в том числе и по политическим соображениям. Знаю, что Управление Верховного комиссара по делам беженцев готово и располагает необходимыми возможностями оказывать всяческое содействие. Нам, турецкие наши друзья, сказали в ответ на обращения, которые мы на ранней стадии делали, на предложение помощи, которое мы сделали, что пока они справляются. Если такая потребность возникнет, я убежден, что мы сможем содействие такое оказать. И все эти вопросы мы надеемся очень скоро обсудить с турецким руководством. – Так, пожалуйста, последний вопрос. Наш кубинский коллега. Только покороче, пожалуйста, если можно формулировать вопрос. – Он обычно долго, да, говорит? – Не буду мучить сегодня, принц Аратина. Нет, просто задавали вопрос по поводу Ирана. Вот в Иране и Савданской Аравии не было, в Женеве. А можно как-нибудь делать схему, которая подключала бы эти два стран, которые имеют очень большое значение на то, что происходит в Сирии? – Хороший вопрос. Когда мы предложили провести такую конференцию, то в нашем первоначальном списке, который мы предложили, списке участников такого мероприятия, помимо тех, кто был в Женеве 30 июня, фигурировали еще и Саудовская Аравия, Иран – организация исламского сотрудничества. Мы считали, что Саудовская Аравия и Иран по понятным причинам имеют влияние на ситуацию, но организация исламского сотрудничества – как одна из структур, в которую входят Сирия и ее соседи. Но некоторые участники Женевской встречи, в частности американские наши коллеги, некоторые западноевропейцы категорически были против участия Ирана. И из-за этого, вроде как бы для компенсации, что ли, не пригласили и Саудовскую Аравию. Понимаете, это не такой неделовой подход, он идеологизирован, он не помогает делу, тем более, что всем понятно, что и с Ираном, и с Саудовской Аравией нужно разговаривать, что Коуфианан и делает. Но было бы гораздо полезнее, чем просто привлекать их потом как бы на разовой основе через Коуфианан. Было бы гораздо полезнее пригласить их, чтобы они сидели за тем же столом переговоров и помогали вырабатывать дееспособные решения. Надеюсь, что следующая встреча группы действий, как назвали себя участники Женевской встречи, все-таки будет при ее подготовке, мы учтем возможности расширения круга участников с тем, чтобы все действительно влиятельные внешние партнеры присутствовали на этом мероприятии. Спасибо большое. Спасибо, Казахстан. Всего доброго. Спасибо.